Вы создали сайт на локальном хостинге? Пришло время перенести сайт в интернет. Если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать, напишите мне. Я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно. Связаться со мной можно через социальную сеть ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei. Это урок номер 112. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder. И давайте в этом уроке будем рассматривать страницу регистрации. Что здесь можно сделать. Заодно в процессе узнаете гибкость данного компонента. Здесь очень легко можно добавлять различные поля. Как я упоминал уже в предыдущем уроке. И вот у нас на странице регистрации, когда мы кликаем, выглядит изначально вот так. Здесь сразу нам, наверное, будет не нужна картинка вверху. Или же мы можем заменить на свою. Здесь также можем картинку оставить, поменять только текст. Давайте этим и займемся. То есть как, например, ее отключить или заменить. Чтобы заменить ее на свою, нам просто нужно посмотреть, где она лежит. То есть я нахожусь сейчас в браузере Opera. Я просто кликаю правой кнопкой мыши по картинке. Просмотреть код элемента. Убираем. И здесь вот у меня есть адрес. Здесь адрес, конечно, будет ваш. И здесь показан путь. То есть нужно зайти через, например, какой-то файловый менеджер. FTP клиент. Зайти в наш сайт. В папке, да. Зайти в папку компонент. Потом папка com. Comprofiler. Plugin. Templates. Default. Images. И дальше путь. И изображение называется. Вот оно. General.jpg. Просто заменить его на свое. Скачать это изображение оттуда с хостинга. Посмотреть размеры и поменять на свое. Давайте зайдем в админку и посмотрим, как это можно управлять из админки. Итак, я зашел в админку. Мы переходим в Community Builder. Заходим в конфигурации. Выбираем вкладку регистрация. Прокручиваем ниже. И у нас вот здесь вот есть изображение. Заголовка. Здесь в выпадающем списке есть два варианта. Или если нам не нужна картинка, мы просто выберем нет. И еще момент. Здесь у нас есть текст. Например, мы картинку хотим оставить. Ниже поля, вот здесь вот. А все, что написано, я удаляю и напишу. Например, просто... Привет. Нажимаю сохранить. Обновляем страницу. И вы видите, вот здесь вот текст поменялся на наш. То есть, соответственно, в этом поле у нас текст будет отображаться как раз-таки вверху. Дальше. Если нам там ничего не нужно, мы убираем здесь все. Картинка нам не нужна. Выбираем нет картинки. Нажимаем сохранить. Обновляемся. И у нас все исчезает. Далее у нас внизу имеется текст. Мы захотим его поменять на свой. Или же нам там ничего не нужно будет. То это у нас также находится здесь. Внизу здесь либо пишем что-то свое. Либо оставляем поле пустым. Сохранимся. Обновлюсь. И внизу текст исчезает. Так, у нас с вами еще остается текст вот здесь. Возможно, нам захочется его поменять или убрать совсем. Я, к сожалению, не нашел именно в настройках, где это может быть. Предполагается, что это должно быть на вкладке регистрация. Но я вам покажу сейчас способ. Возможно, он не совсем правильный. Но я им пользуюсь как бы тоже. Что сделать, если нам нужно здесь заменить на свое или же убрать совсем. То есть самый простой вариант, насколько я это вижу. То есть вы целиком копируете всю эту строчку. Здесь мы нажимаем отмена. И переходим в менеджер плагинов. Здесь есть замечательный плагин, который поможет нам переименовывать какие-то слова, которые нам не нравятся в Community Builder. Здесь мы находим вот такой плагин. Ruru называется. Кликаем прямо по названию. Здесь мы переходим на вкладку перезапись. И что мы делаем? Вот в это поле поиска мы вставляем нашу строчку. И нажимаем вот на эту синюю кнопку. То есть мы находим с вами так и называемый альяс данной строчки текста. Теперь мы кликаем вот здесь вот прямо по нашему тексту. И нам нужно получить ключ. Соответственно, ключ вот к этому тексту отображается вот здесь. Теперь, чтобы к этому ключу поменять текст, мы меняем его вот здесь. То есть удаляем и пишем что-то свое. Либо просто оставляем это поле пустым. И нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. И у нас там текст исчезает. То есть если нам там текст не нужен. Потом, если вы захотите здесь что-то добавить для замены, дополнительные какие-то слова, строки, то вы просто нажимаете вот здесь на зеленую кнопку добавить ряды. И соответственно, в следующем ключе тут не ограничено. Можно добавлять как бы измененные ваши варианты текста. Ну или если придется удалить, вы просто здесь нажмете вот на красный минус. И также здесь можно вот так менять местами, если это понадобится. Я же здесь все убираю, нажимаю сохранить, пускай у меня этот текст здесь присутствует. Вот теперь он вернулся назад. Давайте поработаем со стандартными полями регистрации. У нас у каждого поля, вы могли обратить внимание, есть вот такие значки. Первый значок. Вот, при наведении. Нам подсказывает, это поле невидимо в профиле. Ну профиль это когда мы авторизованы, да, я вам уже показывал. Этот значок говорит, что это поле обязательно для заполнения. И все эти поля у нас обязательны. Давайте посмотрим, как управлять самими этими иконками. Их можно размещать в другом месте, их можно отключать. То есть, если это нам не нужно. Для этого мы переходим в конфигурацию, на вкладке регистрация. Находим пояснение иконок веб формы регистрации. У нас стоит скрыто. Если мы выберем наверх. Давайте посмотрим. Также есть низ, верх и низ. Давайте верх и низ. Что это дает? Обновляемся. То есть, у нас дополнительно к этим моментам, которые сбоку, да, находятся эти иконочки, у нас еще есть поясняющие элементы наверху и внизу. Можно выбрать или наверху, или внизу. Давайте я это дело отключу. Сохранить. Обновляемся. Все, у нас больше это не отображается. Что касательно полей. Например, мы хотим сократить. То есть, у нас это идут все системные поля. И нам Community Builder говорит о том, что системные поля убрать нельзя. Отключить их нельзя. То есть, что здесь может быть лишним. Например, имя. Можно сделать это минимальным. То есть, оставить имя пользователя. Адрес почты и пароль. То есть, это минимальная форма к заполнению. Давайте посмотрим, что можно делать с каждым из этих полей. Здесь мы нажимаем отмена. Мы переходим с вами в менеджер полей. Кнопку. И находим. Вот оно у меня имя. Показано. То есть, вот у меня есть галочка опубликованная. Я не могу сюда кликнуть. То есть, у нас нельзя снять с публикации его. Мы можем зайти внутрь. Кликнув по Name. И посмотреть, что мы можем сделать. То есть, у нас вот здесь по сказочке говорится. Тип системных полей изменить невозможно. То есть, мы не можем снять его с публикации. Но что мы можем сделать? Например, нам это поле может быть как бы необязательное. То есть, человек заполнит поля, которые обязательны. Это имя пользователя, юзерный. Адрес электронной почты и пароль. Без этого регистрация не пройдет. Но бывают такие поля, которые можно заполнять по желанию человека. То есть, он их может оставить пустыми. То есть, для этого нам нужно убрать. Это поле обязательно для заполнения. То есть, вот это мы можем сделать. То есть, имя, например, нам необязательно. Мы это делаем здесь. Вот находим «Обязательно». И здесь во всплывающем списке выбираем «Необязательно». Сохраняемся. Идем на сайт. И вы видите, вот здесь иконка звездочки, которая нам сигнализирует о том, что это поле обязательное. Эта иконочка исчезает. То есть, это поле мы можем пропустить. Мы не можем удалить эти поля, так как нам система это не дает. Но мы можем их скрыть. Давайте поле «Ими» мы скроем. То есть, это находится также здесь. Прокручиваем чуть ниже. И находим здесь параметр «Показывать при регистрации». И выбираем «Нет». Сохраняем. Обновляем. И вы видите, поле «Ими» исчезает. То есть, мы так или иначе можем убрать системное поле, которое нам не разрешают отключить. Мы можем его скрыть. И причем мы можем скрыть его везде. Потому что это поле показывается при редактировании профиля. Здесь также можно выставить «Нет». И просто показать в профиле. Можно также этим управлять. Теперь, что касается вот этих вот иконок, у тех полей, которые нам нужно оставить. Может так получиться, что вам не нужно выводить вот такие вот иконочки. Давайте посмотрим, что можно сделать. Выходим из этого параметра. Следующее у нас идет «Имя пользователя», то есть «Юзернейм». Находим здесь «Юзернейм», «Имя пользователя», заходим, переходим на вкладку «Параметры». После того, как мы сюда перешли, здесь находятся еще три вкладки. Переходим на первую. Прокручиваем в самый низ и «Показ иконок». И здесь выбираем «Без иконок». Или же здесь есть всевозможные варианты, можете без меня посмотреть. Ставим «Без иконок», «Сохранить». Обновляем страницу. И вы видите, иконки исчезают. И то же самое вы можете проделать для каждого следующего поля. Вам просто нужно будет найти эти поля в «Менеджер полей». Здесь вот на второй колонке заголовок читайте, просто ищите адрес электронной почты, заходите, редактируйте. Так, здесь понятно. Теперь, что касается добавления каких-то дополнительных полей при регистрации. Давайте рассмотрим. Давайте попробуем добавить какое-то поле. Пока простое, такое же вот текстовое поле. Чтобы создать поле в «Менеджере полей», мы нажимаем на кнопку «Создать». Я назову просто «Demo». Обязательно нужно псевдоним. Я просто напишу по-английски. Можете что-то написать. На вкладке «Общий» смотрим «Опубликовано». Здесь нужно определиться, вот именно что будет за поле. Это как раз у нас тип. И здесь много чего есть. Давайте пока рассмотрим просто текстовое поле. Дальше вкладку пока не трогаем. Обязательно-необязательно поле. Дальше показывать в профиле. Ну, мы с вами еще это будем рассматривать. Вот эти параметры, когда будем изучать профиль. Поэтому мы это не трогаем. Показать при регистрации. Оставляем «Да», как есть. Далее здесь есть, кстати, такое интересное поле «Максимальная длина». То есть мы можем выставить ограничения всевозможного рода. И на этом уровне, в принципе, давайте сохранимся. Посмотрим, что у нас получается. То есть здесь достаточно легко создаются поля и настраиваются. Идем на сайт, обновляем страницу. У нас поле появилось внизу. Демо. Оно такого же размера. Обычное текстовое поле. Если вы захотите повесить на ваше поле какую-то подсказку, чтобы при наведении, то есть не на значок вот здесь, а прямо на поле наведения мыши всплывала подсказка, это можно сделать. Вы в вашем поле, вот здесь есть описание, можете что-то написать. Ну, конечно же, вы будете писать описание. Мало того, здесь можно это все оформить жирным, подчеркнуто, например. Сохраняемся, обновляемся. И при наведении, вы видите, вот выскакивает у меня заголовок демо и слово «Привет». Здесь может быть подсказка. То есть очень-очень классно, круто продумана система регистрации. Также вы можете ознакомиться на вкладке «Параметры проверка». Здесь можно выставить всевозможные ограничения. То есть вы просто наводите мышц, читаете и знакомитесь. Здесь, в принципе, я думаю, сложности возникнуть не должно. Если у вас какое-то там критичное такое поле, где нужно поставить какие-то ограничения, хотя здесь уже на некоторых полях прописано ограничение, так что не забудьте ознакомиться, это будет полезно. Давайте это поле переименуем тип. Что можно сделать еще? Ну, checkbox – это у нас такой квадратик, куда можно поставить галочку, да, или птичку по-другому. Здесь много полей. Я думаю, после этого урока вы уже сможете выбрать нужное для себя поле и настроить уже без меня. Давайте еще я вам покажу, как поставить, например, условия и соглашения. Это классная вещь. Пока человек не прочтет условия, не поставит галочку, то есть какие-то ваши правила, да, правила вашего сайта. То есть он не пройдет регистрацию. Здесь я переименую правила. Далее, смотрите, здесь вкладки пока не трогаем. Делаем поле обязательным. Здесь, где будет выводиться, показывать при регистрации, показывать в профиле, думаю, не нужно. Показывать при редактировании профиля тоже нет. Далее, нам нужен текст правил. Я скопировал со своего сайта, где прописываются правила. Мы переходим на вкладку параметры. Здесь макет тоже самое. Переходим показать. Здесь, смотрите, у вас будет стоять URL. И вот здесь вот URL. То есть здесь можно взять ссылку с вашего сайта, например, дополнительной страницы, где у вас уже прописаны правила. И дальше, как показывать в модальном окне, то есть всплывающее окно, iFrame и новое окно. Оставляем модальное окно. Здесь я выбираю текст. У нас меняется страница. И здесь вот есть поле, куда можно ввести ваши правила, условия и соглашения. Я прописываю здесь правила. И здесь идет размер модального окна, ширина. Я поставлю, например, 900 пикселей на 500. И давайте сохранимся и посмотрим. Обновляем страницу. Внизу у нас появляется правило. Это обязательное поле. Человек не сможет зарегистрироваться, пока не поставит галочку. Когда он ставит галочку, это говорит о том, что он согласен с вашими правилами. И правила он может прочитать, кликнув по ссылке. Вот у нас красивое модальное окно всплывает. Здесь текст наших правил. То есть все хорошо. Видите, я галочку снял. У меня система сигнализирует, что это поле обязательное. Мы с вами здесь не рассмотрели еще параметры вкладка. То есть здесь где-то можно вывести еще статус пользователя, портрет. То есть это аватар. То есть где это еще можно вывести. Соответственно, это у нас полотно, портрет. Это все уже страница профиля. Мы с вами сюда еще вернемся. Далее. Вы можете менять порядок полей. Если это нужно. То есть менять местами. Например, правило нужно поместить первым. Мы заходим в правило. И здесь есть нюанс. Учтите. Сортировка работает среди вот этих полей. Если эти все поля назначены во вкладку контактные данные. Если вы здесь поменяете, то уже сортировать скорее всего не получится. Далее. Прокручиваем в самый низ. И вот здесь есть сортировка. Мы выбираем. Вот здесь вот ноль. Первое. Сохранить. Обновляемся. И правило помещается на самый верх. Ну и теперь в заключении этого урока давайте рассмотрим настройки, которые мы не рассмотрели. Именно страницы вкладки правил. Я надеюсь вы поняли, как добавляются здесь поля. В принципе ничего сложного нет. Нужно просто поиграться. И вы добавите с легкостью те поля, которые вам необходимы. Возможно в следующем уроке я сделаю еще один расширенный урок по регистрации. Потому что там можно делать еще шаги, вкладки. Посмотрим, как это делается. Сейчас мы переходим к конфигурации. И вкладка регистрация. Ну первую опцию мы с вами прошли. В принципе здесь все по-русски. Поэтому я затрону самые необходимые. Создать пароли при регистрации. Соответственно это будет автоматическая генерация паролей. Если вам это нужно. Администрационное одобрение. Если у вас какая-то там такая супер сайт, где жесткий контроль. Там фейс-контроль можете сделать, чтобы вручную администратор мог одобрять регистрации. Электронное подтверждение. Я считаю, что да, обязательно. Чтобы мертвые души не регистрировались. С несуществующими ящиками. Проверка имени пользователей Аякс. Это обязательно. То есть без перезагрузки страницы. Красиво очень все будет подгружаться. Здесь на ваше усмотрение. Отображать форму логина рядом с формой регистрации нет. Визуально, то есть это будет рядом форма регистрации и авторизации. Я не считаю, что это как бы уместно. Я оставляю нет. Дальше. Название регистрационного адреса электронной почты. Ну здесь уже надо смотреть. То есть пробуйте регистрироваться. Чтобы на почту вам приходило письмо. И как оно выглядит. В принципе там письмо переведено на русский. Опять же вы это сможете протестировать только находясь на хостинге. И только при наличии почты, привязанной к вашему домину. Я уже об этом много раз говорил. Поэтому я здесь останавливаться не буду. Ну дальше здесь все в принципе понятно. Всякие всевозможные электронные письма. Здесь текст писем можете менять на свой. Изначально там текст уже нормально прописан. На русский переведен. Здесь интересный момент макет. Веб формы регистрации. У нас идет плоский, вкладка и пошагово. Давайте попробуем сделать пошагово. Сохранимся. Обновляюсь. У нас с вами что изменилось? Добавилась кнопка контактные данные. Кнопка сместилась. Но в данный момент мы не сможем посмотреть пошагово. Потому что у нас больше пока вкладок нет. Это мы позже рассмотрим. Здесь еще можно посмотреть вкладки. То есть у нас также вкладок пока нет. Вот у нас появляется одна единственная вкладка. Это контактные данные. То есть соответственно мы можем добавить здесь неограниченное количество вкладок со своими полями. То есть это все регистрационные поля. И они все могут быть обязательными. Например у вас какая-то там сложная система регистрации. Например какой-то там сайт, где нужно обязательно заполнить много полей. Бывают такие случаи. И чтобы это не было на одной странице, можно вот так разбивать на вкладки. Как это разбить я покажу в следующих уроках. Ну и внизу можно повесить ссылку перенаправления человека по первому входу на ваш сайт. Здесь уже стоит вот видно юзер профиль. То есть стоит нормально. Перенаправлять должно прямо в профиль. Или же вы можете удалить это и прописать какую-то свою страницу здесь заготовленную. Куда вы хотите, чтобы перенаправлял человека. В принципе я считаю на этом уроке давайте поставим паузу. И увидимся с вами в следующем. Надеюсь для вас урок был полезным. Если это так поддержите меня лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые познавательные видеоролики. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно. То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok